всем привет вы на канале богини рукоделия с вами милочка и я хочу сегодня вышить вот такую вот как сказать пасхальный сувенирчик вот такой сейчас его откроем это подарок это мне подарила моя подружка марина спасибо тебе большое если бы не ты мне бы не было бы такой штучки такой вот пысанки либо яичко как еще сказать такой пасхальный декор вот здесь такие ленточки очень даже удобно я могу его где-то вот так вот себе сделать украшение своего дома и такое мягенькое хочу сказать что здесь какой-то наполнитель и яичко вот такой вот пухленькая так вот у нас есть здесь инструкция что здесь предлагает нам производитель номера не ниточек можно ниточками кстати вышить но я буду вышивать бисером либо номера бисера и в принципе все больше ничего нет никакой информации нет так ну в принципе здесь мне информация никакая не нужна какой бисер я не буду брать бисер по ключу у меня вот есть остатки моего бисера что у меня есть вот они все такого разного цвета выбрала я себе такие синие фиолетово вот даже немножечко из голубого цвета как я буду вышивать здесь уже как у меня получится но вот в схемке да здесь получается у нас два цвета то есть нужно здесь как бы сделать светлый и темный так как у меня много вот такого бисера покажу вот такого цвета бисера много у меня я буду его использовать какой я буду еще добавлять бисер я не могу вам сейчас сказать потому что я бы хотела использовать ну практически все бы цвета и даже вот этот вот светло-голубой но может быть это как-то будет срединки знаете вот этих вот элементов но я вам все покажу и вы все конечно же узнаете вышивать я буду ниточками модера это ниточки для вышивания бисером так иголочки у меня есть специальные бисерны самые обычные скажу самые обычные как называются не знаю знаю что они китайского производства самые дешевые так сейчас я ставлю ниточку в иголочку и начну вместе с вами вышивать как вышивать здесь не написано инструкции нет но вышивать мы с вами будем два прокола как мы будем это делать я хочу я хочу на этой работе использовать метод который я никогда не использовала то есть я беру хвостики ниточек и завязываю в узелок одну минуту завязываю я в узелок вот в такой вот маленький узелочек и отрезаю я хвостики отрезаю что у меня получилось у меня получилось что моя иголочка что ниточка где-то в иголочку имеет вот такую вот петлю здесь и здесь то есть иголочка не будет выпадать и я сейчас очень быстро зафиксирую самый старт делаю я не длинную гол не длинную ниточку но где-то примерно сантиметров 35 ним не больше чтобы она не путалась так и давайте определимся с чего я начну я хочу начать с этого вот давайте сверху сверху начну чтобы было мне удобно с этого вот элемента здесь мы смотрим серединку давайте мы сделаем эту серединку вот такую светло-голубую так что я буду делать теперь смотрите вышиваю два прокола сейчас я вкалываю в нижний левый угол и выкалываю верхний правый угол вот вот таким вот образом у меня стала моя иголочка теперь я подвожу ниточку и на краю у меня петелечка вот она и вот так вот я фиксирую ниточку с помощью петелечки теперь беру я бисеринку вкалываю в нижнюю точку квадрата и выкалывать я буду вот уже вот здесь вот ну это нужно смотреть я сейчас попытаюсь объяснить еще раз так видите цепляется но ничего вот вот бисеринка одна пришилась вот она стала легко так сейчас я подумаю каким цветом я обойду этот цветочек скажем так давайте вот таким вот синим хочется мне таким синим сделать ой здесь я говорю что здесь я буду использовать ну практически наверное все цвета я буду брать и как то так вышивать чтобы это было мне ну чтобы использовать этот бисер теперь беру я бисеринку у нас ниточка сейчас фокус попробую навести ниточка у нас верхнем правом углу иголочку я теперь вкалываю в нижний левый ряд и смотрите и выкалываю как бы делаю вкалываю нижний левый ряд и выкалываю тоже вот в следующем квадратике в нижнем левом ряду вот вот так это все легко ткань очень легко вообще прокалывается мягенькая заготовочка очень она легко можно ее надавить она вдавится можно выпрямить можно даже согнуть ее при возможно при надобности вот вторая бисеринка пришита сейчас третью бисеринку пришьем в нижнем левом углу у нас ниточка теперь я вкалываю иголочку верхний правый угол и спускаю вниз делаю второй прокол в нижний квадрат он не видно в нижний квадрат только также самый верхний правый уголочек я вышиваю всегда слева направо у меня полукрест идет слева направо так видите путается нужно видимо брать немножечко короче ниточку вот третья бисеринка пришилась давайте еще раз набираю бисеринки я всегда иголочкой вот здесь как у нас идет вот поворот вот смотрите я легко взяла перевернула ее вкалываю в нижний левый уголочек квадратика и выкалываю в соседнем в нижнем левом тоже углу вот эти цепляется вот так вот подтягиваем так бисеринки чтобы они у нас не болтались так как это у нас декоративная штучка и она не будет стираться и я думаю что не поведет здесь ее но чтобы бисеринки не болтались но не совсем так чтобы их сильно передавить ну чтобы они не болтались вот вот видите я в руках ее верчу как хочу и помещается на мне в ладошку и в принципе это очень удобно вот сейчас мы дошьем с вами этот цветочек и в принципе я хочу заметить что удобно это моя первая такая заготовка я первый раз вышиваю вообще по такой методике техники скажем так вот в два прокола должен на готовой заготовки и в принципе думаю что я справлюсь что здесь нет ничего сложного и также сама справитесь и вы так хочу еще сказать что это только мой метод вышивки кто-то может быть вышивает по-другому я знаю что было бы легче вышивать изогнутой иголочкой но к сожалению у меня нет такой иголочки и я вышиваю самой обычной бисерной иглой так вот и готов наш цветочек смотрите тогда вот он какой так вот сейчас сделаем лучики лучики сделаем какого же цвета сделаем а вот давайте вот такого как которого у меня больше всего да он матовый такой у меня получается получается цветочек будет блестящий а эти лучики у нас будут матовые ну посмотрим что с этого выйдет и тогда вот эти вот уголочки тоже будут такого же цвета но сейчас мы идем вверх здесь вот вот так вот я буду прокалывать то есть не вверх не видно фокуса не видно вот так вот я прокалываю видите и в принципе я думаю что было бы удобно вышивать и ниточками так как это заготовка она очень гнется очень хорошо она очень гибкая ее можно согнуть и живет в разные стороны и удобно удобно держать и нет никакого такого знаете дискомфорта или там какого-то страха что у меня не получится вышить совершенно совершенно такого у меня нет а ведь опять вот это я думаю вверху только будет цепляться да как вверху а внизу здесь уже цепляться у нас ничего не будет и вот эту еще бисеринку здесь вот самом конце смотрите так же сама я пришиваю а здесь конце мне нужно теперь подумать куда я высуну свою иголочку а вот я ее буду по прямой вот так вот смотрите вот я вкалываю верхний получается правый угол про тягиваю буду здесь вышиваю давайте вот сюда протягиваю в этот вот край смотрите вот вот фокус плохо и вот вытягиваю и получается у нас там внутри протяжка ниточки это никак не повлияет на нашу работу вот смотрите как получается в принципе мне соотношение цветов нравится и я думаю что будет красиво так давайте я сейчас по вышиваю я вам все это сейчас покажу но только в таком знаете сказать ускоренном виде чтобы вы посмотрели как это вышивается но уже в ускоренном варианте ну все я тогда вышивать а ну ну и Продолжение следует... 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 сейчас я здесь взяла бисер со своих остатков что у меня было собственно вы все знаете потому что я вам все рассказала да и сейчас мне осталось пришить буквально три бисеринки и я вам покажу как же я завязываю как же я заканчиваю закрепляю ниточку так самом начале я вам показывала что я закрепляла ниточку с помощью с помощью узелка а вот в конце тоже я буду сейчас вам показывать это же с помощью узелка только так сейчас одну минуту одна бисеринка так и последняя бисеринка вот смотрите пришиваю я бисерину так и сейчас иголочку я продеваю вот в то же место откуда сейчас идет ниточка надеюсь я что вы мне поняли то есть мне нужно пришить эту бисеринку два раза я ее пришиваю два раза вот вот и теперь иголочку провожу я под ниточкой вот видите вот можно под ниточкой которая держит бисеринку и завязываю узелочек все вот так вот я делаю и теперь отрезаю ниточку сейчас вам покажу вот так коротко коротко и отрезала я ее вуаля наше яичко готово вот так я быстро вышила за сколько часов ну может быть два часа я посидела может быть два с половиной часа вот она такой пухленькая я когда его повышевала мне кажется его там как-то так расшивали расшевелила там вот этот утеплитель или что там уплотнитель и яичко стало еще пухлее вот смотрите какое яичко красивое получилось вот такой вот сувенирчик можно сделать кому-то на подарок очень быстро и очень красиво смотрится красиво не передает камера всей этой красоты конечно нет и вот здесь еще такой бантик можно куда-нибудь подвесить подвесить подвесочка вот такая вот сделать украшение вот спасибо всем за внимание спасибо что смотрите мой канал ставьте лайки подписывайтесь на канал с вами была милочка до новых встреч пока пока